здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдвард брумер и гэри брумер сегодня с нами на прямой линии российский юрист доктор юридических наук ученый общественный и политический деятель елена лукьянова елена анатольевна добрый вечер елена анатольевна спасибо большое что вы согласились в это позднее время поговорить с нашими радиослушателями и у меня первые к вам вопросу просто не терять время произошло значит обнуление главного человека в россии при этом поменялась конституция такой вопрос насколько это долгоиграющая история я на виду с конституцией и не будет ли она меняться а в дальнейшем когда будут приходить новые руководители и новые элиты ну давайте мы попробуем подумать об этом немножко иначе можно считать что конституции россии сегодня нет потому что новую конституцию в общем то никто не принимал внесли изменения в старую и эти изменения полностью поломали конструкцию конституции сегодня конституция российская сама себе противоречит очень сильно поэтому нет нормальной правовой среды нет нормального правового поля а парламент уже начал принимать законы вслед вот этим поправкам в том числе сегодня начали размышлять о том что например трансгендеры поменявший пол не имеют права вступать в брак и иметь детей а вот такие вот поправочки в семейный кодекс начали пытаться вносить да слухом пошла дискуссия и так далее и тому подобное начали вноситься изменения в закон об экстремистской деятельности имея в виду призывы к территориальному изменению территории россии хотя тоже очень смешно получилось они сегодня сделали оговорку о том что это народ не имеет права рассуждать крым наш или крым не наш там курилы наши или курилы не наши а вот президент депутаты и правительства они могут на эту тему рассуждать и даже менять международные договоренности то есть отдавать эти территории если это необходимо будет государства то есть все это пошло и это пошло вообще все эти поправки в конституцию были самый неудачный момент озвучены когда в общем никто этого особо не ждал и у страны было огромное количество других проблем и они как-то очень не в кассу если можно так сказать попали в общественное пространство а тут еще навалилась пандемия народ увидел уровень дееспособности власти во время этой в общем-то огромной катастрофы и понеслось поэтому говорить отвечая на ваш вопрос я бы хотела сказать следующее что у меня нет лично как у специалиста по государству ощущение что это сильно надолго а социологические прочие прогнозы скорее свидетельствуют о том что довольно быстро весь бардак конституционный закончится и стране придется принимать вообще новую конституцию потому что это уже не работает возврат в чистом виде конституции 93 года тоже невозможен прошло то есть мы опробовали за 30 лет почти за 30 лет эту конституцию на прочность увидели ее дефект и скорее всего придется менять но сказать абсолютно точно мы не можем потому что в общем то такие авторитарные режимы иногда подгнивают долго тут все зависит от совокупности целого ряда факторов и это сегодня не в пользу власть следующий вопрос как смотрите президент путин ваш коллега по образованию у него юридическое образование также много людей во власти которые имеют юридическое образование и дмитрий медведев и дмитрий козок и наверно можно еще кого-то указать а как так получается люди которые понимают что такое закон что такое юрис при юриспруденция поступают абсолютно не как нам кажется незаконно не по книге не по конституции вообще-то это выглядит странновато как вам кажется ну тут целый опять же набор интересных штук которые довольно трудно понять в америке для россии вот у меня не так давно был учился американский магистр и мы всей группой ему задали вопрос что такое конституция в америке он подумав несколько секунд сказал что конституция для соединенных штатов это религия то есть главная религия страны это конституция для россии которая обрела конституцию вообще намного позже и в начале двадцатого века только в двух европейских странах в турции в россии не было конституции целом вот такое отношение конституции но немножко иное у нас нет конституции как религии хотя мне бы как специалисту очень хотелось чтобы так было и в общем мы потихонечку начинаем так растить наших ребят и наших специалистов что касается почему эти люди поступают не по книге не по конституции ну вот первое что конституция не религия хотя в течение всех лет своей власти до 15 января этого года господин путин упорно твердил что конституцию менять нельзя что конституция священна и в общем то ее почти не трогали там были несены очень маленькие и несуразные поправочки которые кстати в общем тоже не очень хорошие это упразднение высшего арбитражного суда это продление полномочий парламента продление полномочий президента там еще кое-какие мелочи но в целом ее не трогал никто почему они это сделали или почему там медведев козык ну давайте все-таки я бы я бы я бы я бы возражала против того чтобы вы говорили что путин мой коллега путин как раз не отличается юридическим мышлением вовсе насколько мне известно он не очень хорошо окончил юридический факультет санкт-петербургского университета в отличие от медведева который является очень хорошим цивильным юристом то есть он специалист по гражданскому и по римскому в том числе и в частности частному праву да в целом санкт-петербурге всегда была очень слабая конституционно-правовая школа в отличие от москвы от екатеринбурга от самары от саратова школа санкт-петербургская конституционного права была одной из самых слабых в ссср и только только сейчас там появляются отдельные ученые поэтому это это зависит еще и от того что на разных территориях по-разному преподавалась по-разному складывались школы и напортили то в общем то все санкт-петербургские юристы даже медведев который на мой личный взгляд и я знаю у кого он учился и кафедра очень сильное гражданского права санкт-петербургском университете и господин плигин который в течение многих лет возглавлял комитет по конституционному законодательству государственной думы они все цивильные юристы они занимались гражданским правом очень далеки были от конституции но тем не менее они юристы хорошие а вот путин к сожалению юрист не очень хороший вот это это прям я вам сразу говорю по его действиям потому что он подписывает потому что он говорит о праве у меня не сложилось впечатление что он хорошую туристу алена анатольевна много его при ельцине было много чего негативного и в принципе но при всем при этом казалось что этот корабль при всех этих штормах идет в правильную гавань образно выражаясь да почему же российское общество на ваш взгляд начиная с 2000 года свалилась вот в этот авторитаризм вот в этот как сказать идолопоклончество и вот на сегодняшний день происходит то что происходит то есть культ можно ли назвать правление путина с вашей точки зрения культом личности ну давайте начнем с того с того с чего вы начали этот вопрос что происходило при ельцине вы говорите что много плохого до экономика была в тяжелейшем состоянии пост имперская экономика естественно перестраивать на совершенно другие рыночные рельсы она очень сильно откатилась назад ее нужно было строить заново вот что мы имеем ввиду плохое наверное да что же касается всего остального что же касается демократии парламентаризма построение институтов демократических которые тоже нужно было строить заново о них никто ничего не знал нас даже специалистов таких не было гражданских специалистов парламентских специалистов специалистов по управлению все нужно было делать с нуля мы только книги начали читать, переводные о теории демократии, о теории правового государства. Нам потребовалось, в том числе и научному сообществу, энное количество лет, чтобы это все освоить. Сказать, что общество свалилось в авторитаризм – нет. К авторитаризму вело государство, а не общество. А общество сопротивлялось и достаточно, между прочим, серьезно обретая свои черты гражданского общества за эти годы. То есть одновременно не было бы счастья да несчастье помогло. Начиная с 2000-х годов российское общество в целом, на мой личный взгляд, я знаю это изнутри, прошло тот путь, который в других странах проходили полвека век. Это сейчас достаточно сильное, как ни странно, гражданское общество, с волонтерством, с негосударственными общественными организациями, с навыками протеста, с навыками толерантности, да, еще это не сто процентов охватило это общество, наверное, сто процентов нигде и не бывает. Но это достаточно сильно ощущающая себя гражданами мира, свободная молодежь. И ее лица надо не видеть. И как раз голосование за Конституцию как раз показало, что минимум треть населения России живет уже в другом измерении, а вообще-то на самом деле больше сорока процентов живет в другом измерении, потому что итоги голосования, опубликованные Центральной избирательной комиссией, отнюдь не соответствуют действительности. И сейчас это доказано математически. Электоральные статистики каждый день вывешивают формулы по каждому району, по каждому избирательному участку, где проводились сбросы, где проводилась фальсификация. Мы видим по нашим загранучасткам, что они тоже достаточно интересно и любопытно проголосовали. Очень интересно проголосовали закрытые военные городки, воинские части. То есть там нет, достигалось до половины. И культа личности никакого, конечно, нет. Абсолютно нет никакого культа личности. Был всплеск популярности Путина после аннексии Крыма. Но сейчас его рейтинг, я думаю, ниже, сильно ниже 30 процентов. И особенно хорошо это видно по-хабаровски. Елена Анатольевна, что бы вы сказали о действиях Эллы Панфиловой? Насколько я знаю, вы ее знаете и видели, и общались, по-моему, с ней. Она вообще производит странное впечатление. Вот как бы вы ее действия, ее поступки сейчас охарактеризовали? Знаете, я Элла сам узнаю очень-очень давно. Еще с тех пор, когда она была народным депутатом СССР, и мы тогда с ней первые-первые сделали поправки в закон о том, что в начале каждого закона будут термины. Для вас, наверное, это странно, у нас такого не было, что законодательные термины сразу обозначаются четко в законе. И она у меня тоже вызывает очень ее действия, вызывает абсолютно непонятно. Я не понимаю, почему она так действует, потому что все мое предыдущее общение с ней, в том числе за последние годы, никак не предполагало, что ее так раздавят. Она не из тех людей, я знаю, что она не хотела идти на эту должность руководителя ЦИК, она не хотела в свое время идти главой Совета по правам человека, и мы знаем, что в определенных обстоятельствах она хлопнула дверь и ушла, когда ее точка зрения не совпала с точкой зрения президента. Мне трудно судить, я в последнее время ее не видела, я знаю, что тем не менее она что-то пыталась сделать, чтобы исправить пороки избирательной системы, это я уже изнутри являюсь членом экспертного совета Центральной избирательной комиссии, это знаю, но, видимо, не сумела переломить что-то. Сейчас мы можем судить о ее мотивации только по ее переписке с Ириной Ясиной, и то Ирина не опубликовала ответное письмо Илл Панфиловой, написав ей открытое, очень жесткое послание, и сказала, что да, Илл Санна мне ответила, сказала, что работает под страшным давлением, но просила не опубликовать ее ответного письма. Все, что я могу сказать. На самом деле, я думаю, что ей этого не простят, ее политическая, общественная репутация, гражданская, роль в гражданском обществе, она довольно долго этим занималась, она абсолютно утрачена, и ей ее не восстановить. Вы только что упомянули совет по правам человека, тоже довольно странный орган по той причине, что, во-первых, возглавляет этот орган Фадеев, который, ну, личность, прямо скажем, такая, я бы не сказал, что интересная, но спорная. Спорная. И вместе с тем, на ваш взгляд, зачем нужен этот совет, который, в принципе, по большому счету, ничего не решает, к нему даже, насколько я понимаю, Путин особо и не прислушивается. Ну, на самом деле, у нас есть несколько подобных институций в Российской Федерации, которые на сегодняшний день полностью утратили свой смысл и свое предназначение. Это, во-первых, общественная палата, и, во-вторых, совет по правам человека. Он именно при президенте, то есть, это консультативный орган, у него нет специальных полномочий каких-то, кроме тех, чтобы доносить до президента проблемы с правами человека. Ну, есть еще, конечно, у нас омбудсмен, у которого тоже очень мало полномочий, в том числе по закону. Эти органы за последние годы фактически являются симулякрами, фейками. Тут ничего не скажешь. И поэтому Фадеев, и поэтому люди уходят из этого совета, и он действительно всякий крепнущий авторитаризм на грани перехода в тоталитарное государство, он такие органы делает фейками. Елена Анатольевна, в нормальной ситуации эти органы могли бы очень эффективно работать. А как я вижу, в России сейчас происходит такое двумыслие, как это было в Советском Союзе. То есть, скажем так, на кухне или сегодня в Фейсбуке люди достаточно резко отзываются о власти, и я бы не хотел бы, конечно, употреблять те слова, которые в Фейсбуке, я думаю, для кухни когда-то лет 40 назад употреблялись. Но вместе с тем идут и одобряют действия власти. Можно спорить, конечно, сколько приписали ЦИК всем поправкам или даже выборы были Путина, но все-таки это подавляющее большинство. А как вот вы смотрите на эту проблему двух мыслей? Я сразу с вами соглашусь, никакого подавляющего большинства нет. Сегодня ситуация в стране 45 на 65 примерно на 55, а это не подавляющее большинство. Это реальные оценки, что значит вы говорите, можно говорить, что приписали. Это поймано, это доказано, это математически обсчитано. Ситуация в стране примерно, повторяю, 45 на 55, 45 против, 55 за. мы еще здесь не можем учесть тех людей, которые бойкотировали. То есть в целом, на мой личный взгляд и по вопросам социологов, у нас сегодня страна развалена пополам. Это очень напоминает польские выборы позавчерашние, когда один кандидат в президенты победил другого с разрывом в 1%. Это никакого подавляющего большинства нет. У нас остается небольшая и каждый год теряющаяся, уменьшающаяся, сужающаяся, съеживающаяся аудитория официальных телеканалов, но она действительно уменьшается, и люди начинают получать информацию из других источников. Давайте все-таки не сравнивать кухню советскую за закрытыми дверьми и открытые социальные сети. Фейсбук не кухня, и те люди, которые высказываются в Фейсбуке, они высказываются ровно так же, то есть они несут свою мысль в открытое пространство. И это в основном да, больше там молодежи, ну так и прекрасно. Значит, это смена поколений. Это смена поколений не просто возрастная, это смена поколений с разным образованием, с разным видением мира. И иногда я сегодня, мне приходится там писать в том числе серьезные научные исследования, привычно смотришь западные статьи, а потом начинаешь копаться в диссертациях российских ребят, и видишь, что ими все давно освоено в самой глубинке, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это очень сильные современные работы с современным видением мира. Поэтому мне кажется, что ваше видение извне России не очень соответствует действительности. Может быть. То, что происходит в Хабаровске последние пару дней, можно ли сказать, что из искры возгорится пламя? Или это такая затухающая история, связанная в принципе с поддержкой одного единственного человека и не имеющая социальным проблем никакого отношения? Это, безусловно, история о другом. Это, безусловно, история региональная, а не общероссийская. И она может там не затухнуть. Я только что смотрела последний репортаж из Хабаровска. Только что люди, которые не ушли с улицы, их число прибавляется, не дали полиции задержать очень молодого парнишку, который скандировал лозунг «Путин уходи». Его просто не отбило, а мирно, договорившись, объяснив полиции, что он ничего плохого не сделал, его просто не дали увезти в отдел. И когда полиция уехала, толпа скандировала «Спасибо». Это не о фургале и не о губернаторе. Это очень серьезный социально-политический протест регионального уровня. Таких протестов может, они сегодня могут вспыхнуть в любом регионе по любому поводу, но содержание их будет примерно одинаково. Это протест федеративный, это протест региона против унитаристской политики Москвы, когда Москва забирает у субъектов федерации налоги, полномочия, забирает, арестовывает избранного губернатора, это вопрос о правах субъекта федерации. И он очень из социологических опросов вероятен в любом субъекте по любому поводу. То есть волна такая не из-за фургала, может прокатиться по всей России и очень быстро. И она будет подстегнута той экономической ситуации, которая сейчас усугубляется в связи с пандемией. Елена Анатольевна, у нас сейчас рекламная пауза, поэтому, пожалуйста, не отключайтесь, мы продолжим наш интересный разговор. Спасибо. В эфире программа Политинформания радиостанция Народная волна Чикаго. Сегодня мы беседуем с российским ученым и юристом, докторами юридических наук общественным и политическим деятелем Еленой Анатольевной Лукьяновой. Елена Анатольевна? Здравствуйте. Еще раз. Елена Анатольевна, такой вопрос. Ваш папа Анатолий Лукьянов был не только партийным и государственным деятелем, но и известным интеллектуалом. Насколько я знаю, такие же интеллектуалы были и Михаил Горбачев, и Александр Николаевич Яковлев, и Эдуард Шеварднадзе, как вы оцениваете сегодня интеллектуальный уровень современной российской власти? Вы имеете ввиду тех, кого называют элитами политическими? Давайте скажем элиты, да. Ну, мне трудно судить об их интеллектуальном уровне, я могу судить только об их политике в области культуры, она мне не представляется высоко интеллектуальной, судя по действиям в отношении кино, театров, знаменитое дело седьмой студии в отношении режиссера Серебренникова, в общем-то, какие-то такие мракобесные вещи достаточно часто происходят, и власть остается в стороне, она не высказывает своей какой-то интеллектуальной позиции, собирают ли они голоса поэтов, как это делал мой отец, читают ли они стихи, мне это неведомо, они достаточно в замкнутом мире живут, но внешние впечатления от них, в общем-то, не сильно интеллектуальные, если честно говорить, но о них, они же живут очень закрыто, поэтому в этом плане традиции, в том числе американские, отличаются очень сильно от российских, мы мало вообще что знаем о них, в том числе отношении к господину Путина, мы даже не знаем, что у него с семьей. Елена Анатольевна, форма правления государства российского, на ваш взгляд, что было бы лучше для России, парламентское правление или все-таки президентское, например, Владимир Путин говорит, что только президентское, а есть, к примеру, оппозиционеры, которые говорят, что в принципе парламентская форма правления была бы лучше, наверное, интереснее для развития страны. Ну, как сказать, я считаю, что чисто парламентские формы, они немножечко устарели, сейчас все-таки в сильно развивающихся странах, возьмем тоже Бразилию, все-таки смешанные формы, они быстрее, эффективнее работают, дело же не даже в форме правления, а в том, может быть, президентская форма, может быть, парламентская, главное, чтобы работала, работали check and balances, да, система сдержек и противовесов, чтобы работали институты, и при той, при другой форме, при том, что это будет не симулятор, не фейк, не имитация, работать может любая форма, вот президентская форма США работает, и прекрасно работает, почему нет, парламентская, более такая, длинная, сложная, где нужно гораздо больше терпения, она, в общем, скорее для маленьких стран, а смешанные формы, может быть, парламентская, президентская, главное, чтобы работал каждый институт, и чтобы они балансировали друг друга, и препятствовали изурпации власти, это неважно, будем обсуждать, я знаю, что Михаил Борисович Ходорковский, сторонник парламентской формы правления, для такой большой страны, не знаю, надо подумать, надо взвести за и против, в конце концов, по смешанной форме мы поработать поучились, увидели ее дырки, у нас есть хорошая перспектива все эти дыры залатать, и может быть, оставить смешанную форму без вот этого президента, как гаранта конституции над всеми ветвями власти, ведь, собственно, проблем-то только в этом. Когда-то давно вы входили в Коммунистическую партию Российской Федерации, и, как я понимаю, хорошо знаете Геннадия Андреевича Зюганова. Могли бы вы для нас описать, сделать его маленький портрет, потому что то, что мы видим в прессе или даже на телевидении, ну, как бы это поверхностно, человек может себя показать, а вот как вы его видели, как бы вы могли емко так вот о нем сказать, какой он человек и какой он политик? Фуф, ну, непростой для меня вопрос. Я не очень хорошо отношусь к Геннадию Андреевичу Зюганову. Во-первых, я считаю, что, когда он получил власть в партии, в общем, он взял ее из рук тех самых людей, которые пытались восстановить партию, это не его заслуга борьба в конституционном суде в 91-м году, то есть он как бы такой, в общем, человек конъюнктурный, человек амбициозный, он интриган хороший, очень неплохой, авторитарный лидер партии. Сегодня коммунистическая партия, это, конечно, коммерческая, брокерская партия, которая не составляет, в общем, настоящей оппозиции. У нас такой есть термин системная оппозиция. Это Жириновский, это Зюганов, это искусственная партия «Справедливая Россия». Она искусственно была создана, когда был поменен закон о партии, нормальной партии, партийное поле было ликвидировано в России. Партия живет за счет государственных дотаций, они все время сами на своих заседаниях в Думе увеличивают цену голоса, который им выплачивает государство, то есть за счет налогоплательщиков живет эта партия. Региональное отделение у нее есть почти во всех регионах. Сейчас очень жестко стало в партии совсем жестко, то есть те люди, которые избираются за счет этой партии в муниципальные органы, в региональные органы, там совершенно действует принцип демократического централизма, подчинение меньшинства большинству. Любое самостоятельное действие может привести к тому, что этих людей начинают искать. В общем, нехорошая ситуация нехорошая и в регионах нехорошая и не хотелось бы мне говорить больше нужны доказательства, но похоже, что идут сделки с единой Россией по распределению мест в региональных парламентах, продаются места, которые, ну, в общем, как-то это все не очень красиво, но мне сейчас не очень эта партия интересует, я довольно давно приостановила в ней членство и больше в нее не вернулась больше 10 лет, именно потому, что как-то это все невкусно пахнет. И, конечно, руководит этим всем Зюганов, он, как и Владимир Путин, видимо, решил пожизненным быть руководителем этой брокерской партии. На ваш взгляд, несменяемость власти, является ли это наследием советского прошлого или такой менталитет как бы российского народа. Вот, как вы смотрите на вот эту несменяемость власти с тем, что было в Советском Союзе? Это идет оттуда или, ну, я не знаю, или это новинка такая российской истории? Это и новинка, и не новинка. С одной стороны, вот эта сакральность власти, она, наверное, даже не от советской истории идет, а от Российской империи. То есть, мы находимся в процессе об империи, от империи, и путь этот труден для всех империй, которые так или иначе разрушались, да, нужен путь, и я считаю, что 30 лет еще это очень мало, но мы его очень-очень так сильно проходим. Это одна сторона медали, вот эта сакральность власти, когда граждане не понимают, что государство это всего лишь услуга, которую они нанимают за собственные деньги, качество, которое они вправе оценивать, да, и сменять, менять поставщика этой услуги, если качество не устраивает. Но потихонечку это появляется в мозгах все большего и большего числа людей, и это как раз проявилось в последнем голосовании по поправкам в Конституции. есть другой феномен, он уже совершенно современный, он касается опять же ряда постсоветских стран. В общем, наверное, не секрет, что Россия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан это такие диктатуры или авторитарные режимы коррупционного плана, то есть власть абсолютно в своих руках концентрирует основную собственность и цели ее удержания это не про население, это про власть. Цели удержания этой власти это удержание собственности, это признак коррупционных режимов. Они боятся не столько сами за себя, сколько боятся потерять то, что нажито. Это описано достаточно подробно в современной политологической и юридической литературе коррупционные режимы всегда очень жестко держатся за власть и очень боятся своей сменяемости. Вот как бы две такие ипостаси, два наследства, вернее одно современное приобретение, одно наследство, которые сошлись в сегодняшнем паническом страхе российской власти ее потерять. Но это не касается населения. Население с удовольствием смене. Елена Анатольевна, давайте поговорим немножко об оппозиции. Вчера исполнилось 70 лет Леониду Гозману. К сожалению, никогда больше не отметит юбилей Борис Немцов и достаточно молодой человек Алексей Навальный. А что бы вы сказали о современной оппозиции российской, а какие у нее перспективы и кто из них достаточно яркий человек, если только не считая скажем так Навального, просто он на устах у всех. Как вы видите это? И готовы ли вы прийти снова в политику, Елена Анатольевна? Ну, я бы сказала, что вы назвали хороших персонажей. Гозман один из немногих, кто сейчас еще продолжает ходить на российское телевидение, упорно отстаивать свои взгляды. Мы все отказываемся, потому что нам всем очень неприятно и кажется, что это репутационный удар. То есть то, что нас не показывают по телевизору, это не совсем потому что нас туда не зовут, мы сами отказываемся. Леонид продолжает ходить и отстаивать свои взгляды. Боря Немцов мне гораздо ближе и я его очень хорошо знала и для меня его гибель очень серьезная трагедия. Он, конечно, вот, как вы сказали, его нет на свете, а он есть. И все равно самый яркий политик сегодня он. И пока что из старшего поколения никто с Борисом сравниться не может и ради него люди будут выходить в его память на митинги, сохранять мемориал на мосту, который народом переименован в Москве, Большой Каменный мост переименован в Немцов мост и рано или поздно эта табличка будет на этом мосту висеть. Сколько бы ни грабили этот мемориал власти муниципальной, сколько бы не разгоняли и не арестовывали дежурных у этого мемориала, сегодня ярче Бориса из старшего поколения политика оппозиционного нет. И он своей памяти увидит, что постепенно в разных странах называют его именем улицы и площади. Мы видим, что продолжается расследование его убийства, которое инициирует парламентская ассамблея Совета Европы. То есть Боря остается флагом оппозиции. Что касается Алексея, он личность сложная, к нему противоречивые отношения, в том числе у меня, он тоже уже не самый молодой политик. Есть моложе, есть ярче. Например, сегодня очень много говорят о Юре Люде, хотя он не политик, а журналист. сегодня есть совсем юные и очень сильные ребята, типа Егора Жукова, студента высшей школы экономики. Их на самом деле очень много. То, что мы не видим их Дмитрий Гудков, роскошный, в общем, уже тоже средних лет политик, но прекрасный сорокалетний политик, очень мощный, очень серьезный, идущий вперед. и он работает со всем молодыми ребятами. Этого не видно немножко за пределами страны, потому что действительно они живут в другом информационном пространстве, их не видно на телевизоре, но их влияние растет и растет. Им не дают регистрировать партии, их арестовывают на митингах, они не боятся. и эти люди, ведь еще очень много молодых журналистов, молодых волонтеров, молодых руководителей студенческих СМИ, их огромное количество, у нас есть из кого выбирать, поэтому главное, чтобы они ну так не разосрались, скажем так, в соцсетях, но это тоже неплохо, но идут дискуссии по каким-то вопросам важным, они идут в каждой стране по любому вопросу, как в Соединенных Штатах сегодня, идет огромное количество дискуссий о том, что важнее, чьи жизни и как себя вести, да, я бы не сказала, что здесь концентрируется все на отдельных каких-то личностей, нас много и мы можем быть объединены, хочу ли я в политику, я, как говорит Михаил Борисович Ходорковский, мы с вами Елена Анатольевна перешли в тренерский состав, мне с ними интересно работать, я готова им помогать, но я думаю, что время пришло молодежи. Елена Анатольевна, я недавно закончил читать книгу, которую Михаила Зыгарин называется «Империя должна умереть», я не знаю, читали вы или нет, это довольно серьезный... Это уже устаревшая история. Да, такой серьезный труд, почти 900 страниц, но вы знаете, я когда читал, у меня было ощущение дежавю. Мне кажется, что Михаил Зыгар как раз и писал с вот этой точки зрения. Как бы вы могли соединить эти времена? Есть ли в этом что-то общее? И аналогии какие-то провести? Я не знаю, мне кажется, во-первых, цель была не столько вывод сделать, сколько зафиксировать все то, что очень быстро забывается. Какие-то рэперные точки, истории, чтобы потом о них напомнить. Но эта книжка в России не рассматривается как очень серьезный какой-то прогноз или историческая аллюзия, но она очень любопытная, она интересная, но она не ставит целью провести какие-то... Я думаю, что гораздо интереснее Акунинские сейчас изыскания попытки написать новую русскую историю. Очень много политологических современных исследований, очень много выступлений у Кати Шульман, у Кирилла Рогова. Мы стали писать объединенные исследования, смежные исследования с другими науками. Книга с Игорем не показатель, она в общем такая, достаточно проходная, хоть и большой труд. Кстати, по-моему, он еще новую сейчас написал, но я еще ее не читала. Но если допустим брать время, вот это начало 20 века, все эти события вплоть до 1917 года и сегодняшние, ну будем говорить последние, начиная с 2012 года, если вот в этом времени, я имел ввиду это, есть какие-то переклички, аналогии какие-то, или это абсолютно два разных времени? Я считаю, что это абсолютно два разных времени, мне, конечно, трудно судить о 1917 как-то, тут нужно быть либо личным участником, либо просто историком, очень подробным, но в целом мне приходилось заниматься этим временем с точки зрения права, это, конечно, абсолютно два разных времени, все исторические аллюзии, это то, что нам хочется видеть, на самом деле, даже провести аналогию между тем, что было 10 лет назад и сегодняшним днем, это будет неверно, это будет неточный анализ, нет, конечно, совершенно другое время. Елена Антоновна, как вы видите решение проблемы Украины и Белоруссии, естественно, сегодня видно, что Белоруссию жестко затягивают в объятия России, ну, а Украина с таким же темпом хочет отойти как можно дальше от России, но все-таки это три братских народа, я от этого термина не отказываюсь, как вот вы видите решение этой проблемы? Ну, братским народом сегодня российские, украинские народы назвать нельзя, это два народа, которым политики посеяли адскую ненависть и распорю, да, украинцы сегодня никогда не применят такой термин, как братский народ, россияне, они, в общем, во большинстве своих бед сегодня винят Россию, отчасти они правы, потому что там идет война, необъявленная война, и война это развязано безусловно Россией, и она подогревается и финансируется Россией, тут у меня нет никаких замменов, поэтому о народах мы можем говорить только на бытовом уровне, политическом нет, конечно, что касается Белоруссии, давление оказывается на президента, давайте посмотрим, что будет с выборами, да, в Белоруссии, там, время Че наступает, сегодня зарегистрированы пятеро кандидатов в президенты Белоруссии, там тоже белорусский режим жестче, чем российский, это диктатура, и посмотрим, это тоже уже стареющая диктатура с огромными проблемами у Лукашенко, Александр Григорьевич человек, который умеет ужом между виллами выскакивать из всяких ситуаций, где его к чему-то принуждают, мы видели многократно, как он обходил вот эти российские виллы, которые его затягивали, то в союзное государство, то еще во что-то, с экономикой в Белоруссии плохо, посмотрим, если он пересберется, то как он будет выползать, да, это такие экспансионистские тенденции российского руководства, которые хотят так или иначе воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, выводу Прибалтики из прибалтийских стран, из НАТО, то есть вот это вот аб-империо идет туда и обратно, да, и российский экспансионизм сегодня очень опасен в мире, на мой взгляд, я очень надеюсь, что ничего не получится, при крушении авторитарного режима в России ситуация геополитическая и в отношении Украины, и в отношении Белоруссии изменится, я очень надеюсь, что Белоруссия с очень хорошим уровнем сегодня современного, как ни странно, образования в условиях диктатуры смягчит свои диктаторские черты и двинется в демократию и в Европу, Украина туда уже идет, я очень надеюсь, что поворота не будет, только в этих условиях, когда во всех трех странах эти режимы демократические будут развиваться, тогда мы поговорим о братском народе, о братских народах, когда будет единая система демократических ценностей, до этого времени вряд ли об этом можно говорить, это три разные страны с разными политическими режимами. Елена остается буквально две минуты и такой возвращаясь к конституции интересный вопрос, значит, из тех поправок, которые внесены, там есть такая интересная поправка, где российские законы превалируют над международными, как это будет сказываться на взаимоотношениях России с другими странами с точки зрения юриспруденции? Никак, никак не будет складываться, только в отношении единичных решений будут приниматься какие-то отказы от исполнения международных судов, ни на чем другом это не скажется, если не будут денонсированы отдельные международные договоры, об этом сейчас поговаривают так отдельные представители власти, но я не думаю, что этот процесс зайдет далеко. А вот по ЮКОСу будут отказываться исполнять, но в каких-то очень крайних случаях по правам человека что-то очень громкое и неприятное для России тоже, они себе сделали просто маленькую лазейку, чтобы что-то не исполнять. Пока, по крайней мере пока, на сегодняшний день, о большем речи не идет. Сам же Путин на конституционной комиссии сказал, что об этом не идет речь. Правильно, это невыгодно, попробуйте не исполнять кодекс торгового мореплавания вашим торговым судам закроют вход во все порты, и вы ничего не сможете сделать. Это невыгодно. Елена Анатольевна, огромное вам спасибо за это интервью, берегите себя, и мы надеемся, что у нас еще будет встреча с вами. Всего самого наилучшего, спасибо. Спасибо вам большое. Берегите себя, не болейте. Спасибо. Спасибо.